Аркам ТВ представляет Серия 19. Умар ибн-Уль-Хаттаб. Часть 9. Хадисы об Умаре и от него. Сегодня у нас будет завершающая лекция из цикла уроков об Умаре ибн-Уль-Хаттабе. Так же, как в лекциях об Абу Бакре и Сыддике, этот урок будет отличаться от остальных. Мы уже не будем изучать его биографию. Так же, как в лекциях об Абу Бакре и Сыддике, мне показалось, что будет интересно переключиться немного на другую научную дисциплину, на науку о хадисах Пророка, салаллаху алейхи ва салям. Что же мы будем делать? Мы приведем выборочно некоторые хадисы, 30, 40 или 50 хадисов, которые передал Умар ибн-Уль-Хаттаб. Итак, ранее мы уже упоминали, что Абу Бакре и Сыддик, да будет доволен им Аллах, передал порядка 100 хадисов. За один урок нам удалось пройти практически все эти хадисы. Мы прошли практически все наиболее важные из них. Но с Умаром ибн-Уль-Хаттабом так не получится. Как известно, он правил в течение 10 лет. И по словам Ибн-Уль-Муляккина, количество хадисов, переданных Умаром ибн-Уль-Хаттабом, составляет 539 хадисов. Мы никак не сможем охватить все 539 хадисов за один урок. Поэтому я отобрал лишь некоторые из них. Не по какому-то порядку, так как это не урок по Акиде, Фикху или Тафсиру. Я взял за основу известную книгу, с которой познакомил вас в прошлый раз. Это муснад имама Ахмада ибн Хамбеля, один из самых больших сборников хадисов, в котором приводится порядка 35 тысяч хадисов пророка, салаллаху алейхи ва салям, в соответствии с тем, какой сподвижник передал эти хадисы. Это существенно облегчает мне задачу. Я просто беру муснад Умара. В прошлый раз я уже говорил и еще раз повторю для всех вас, муснад имама Ахмада не составлен по темам, в отличие от Сахиха Аль-Бухари, Сахиха Муслима, в отличие от Сунана Абудавуда и всех остальных книг, составленных по темам. В таком виде сборников, как муснад, хадисы приводятся в соответствии с чем? В соответствии с тем, какие сподвижники их передали. Они не составлены по темам. Поэтому, если вам нужна определенная тема, вы не станете искать ее в муснаде имама Ахмада. К муснаду имама Ахмада обращаются не за этим. Муснад имама Ахмада предназначен не для определенных тем. Он предназначен для того, чтобы собрать все хадисы, переданные определенными сподвижниками. Поэтому эти хадисы приводятся не по порядку. Эти хадисы будут отличаться и не будут напрямую связаны между собой. Давайте же начнем с первого хадиса. Давайте начнем с хадиса от Амра Аль-Баджали, который передает от Умара ибнуль-Хаттаба, что однажды они зашли к Умару ибнуль-Хаттабу и сказали, «О, повелитель правоверных, мы хотим задать тебе три вопроса». Очень интересно, что мы можем взглянуть на некоторые происшествия с жизнью Румара, а также на то, какие хадисы он передал. Итак, когда он был халифом, к нему пришли люди и задали три вопроса. Первый вопрос – дозволяется ли мужчине совершать дополнительные молитвы у себя дома? Второй вопрос – расскажи нам о большом омовении после осквернения, как и когда оно совершается? И третий вопрос – расскажи нам о том, что дозволено, а что запрещено для нас, когда у женщины месячный цикл. Румар ответил, «Вы что, колдуны? Эти самые три вопроса я сам задавал пророку, салаллаху алейхи ва салям, и теперь вы задаете их мне после того, как я задавал их ему». Он не сказал, что задал все эти три вопроса одновременно. Он сказал, что задавал те же самые вопросы, а теперь эти люди пришли и задали эти вопросы ему. Поэтому Румар был удивлен. Он продолжил. Я слышал, как пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Салату ражули фи байтихи татаву'ан нур, фаман шаа анаввара байтаху». Совершение дополнительной молитвы дома – это свет. Поэтому тот, кто хочет, пусть увеличивает этот свет. Другими словами, молитесь в своих домах столько, сколько пожелаете. Молиться дома – это благо. Я слышал от пророка, салаллаху алейхи ва салям, как нужно совершать большое омовение после осквернения. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Пусть он омоет свои половые органы, затем пусть совершит малое омовение, а затем пусть польет воду себе на голову трижды». Не забывайте, что в те времена у людей не было душа. Им приходилось набирать сосуды с водой и лить на себя воду из них. Лить воду на голову означало полностью омыть все тело водой. Человек омывает половые органы, совершает малое омовение, в это время омываются те части тела, которые необходимо мыть во время малого омовения. А затем, когда человек обливается водой, омываются все остальные части тела. Что же касается женщины во время менструации, то пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Всем, что выше изара, то есть всем, что находится выше нижней одежды, можно наслаждаться». Другими словами, сам половой акт запрещен, но все остальное дозволено. Также передается хадис от Ибн Умара, который сказал, что однажды он увидел, как Саад Ибн Абива-Кас протирал свои хуфы, когда был в Ираке. Он протирал свои кожаные носки после омовения. Я сказал ему, «Что это такое? Почему ты не омываешь свои ноги? Почему ты протираешь носки? Почему ты протираешь хуфы?» Саад промолчал. Потом, когда мы вернулись в Медину и были вместе с моим отцом Умаром ибн-Хаттабом, Саад сказал мне, «Иди и спроси своего отца о том, за что ты меня порицал». То есть, о протирании носков. Я отправился к своему отцу и рассказал ему о случившемся, о том, что я возразил против протирания носков. Мой отец, Умар ибн-Хаттаб, ответил, «Когда Саад говорит тебе что-то, или если ты видишь что-либо от него, не спрашивай». То есть, не сомневайся в нем. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, на самом деле протирал свои хуфы, он протирал свои носки. Ибн Умар не знал о дозволенности протирания носков, поэтому он рассердился на Саада ибн-Ибн-Хаттаба. Умар ибн-Хаттаб ответил, «Кто ты такой, чтобы порицать Саада?» Саад более знающий, чем ты. В следующий раз, когда Саад будет что-либо делать, не порицай его. И далее Умар сказал, что своими глазами видел, как пророк, салаллаху алейхи ва салям, протирал носки. В другом хадисе описывается, как однажды Умар ибн-Хаттаб стоял на мимбаре во время пятничной хутпы. Он восхвалил Аллаха, упомянул пророка, салаллаху алейхи ва салям, и все благое. Затем он упомянул Абу Бакра и его время, а после этого он сказал, «Я видел сон и думаю, что это не что иное, как указание на то, что мой срок уже близок». Если вы помните, мы говорили об этом хадисе на прошлом уроке. Он приводится в Муснаде имама Ахмада. Кто помнит, что это был за сон? Это был другой сон. Я видел, что меня дважды клюнул петух. Этот петух был красным. Я пошел к Асме бинт Умайис, жене Абу Бакра, Абу Бакр уже умер, то есть Асма была его вдовой, и попросил ее растолковать мне этот сон. Умар отправился к Асме бинт Умайис. Он отправился к женщине за толкованием. Сам Умар ибн-Хаттаб. Это указывает на то, что нет ничего плохого в том, чтобы обращаться с вопросом к знающей женщине. Асма бинт Умайис была из числа первых мухаджиров, и у нее были обширные знания в толковании снов. Умар считал, что у нее больше знаний. Я спросил Асму бинт Умайис о толковании сна. Она ответила, «Тебя убьет человек из числа неарабов». Кто убил Умара? Неараб. Абу Люклюа. Его убил неараб. Может быть, красный цвет означал цвет сосанидской империи? Возможно. И Аллаху ведомо лучше. «Тебя убьет человек из числа неарабов». Кстати, Умар сказал это во время хутбы. У него было некое предчувствие того, что вскоре произойдет. Во время хутбы он сказал, «Некоторые люди настаивают, чтобы я выбрал себе преемника». Однако, поистине, Аллах не таков, чтобы погубить свою религию и то, с чем он направил к людям своего пророка, салаллаху алейхи ва салям. Если я действительно скоро умру, то халифа предстоит выбрать совету шести – их имена я называл в прошлый раз – из числа тех, кем был доволен посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, перед смертью. Того, кого они выберут, вы должны будете признать правителем, слушаться его и повиноваться. Далее, Умар сказал, что его волновал вопрос касательно каляля, то есть вопрос о наследовании по боковой линии, когда умирает человек, не имеющий потомков и предков. Это называется каляля. Умар ибн аль-Хаттаб сказал, что спрашивал об этом пророка, салаллаху алейхи ва салям, но тот не ответил ему. Умар не знал правила такого наследования, поэтому сказал, чтобы тот человек просто придерживался того аята из суры ан-Ниса. Это сложный вопрос из темы наследства. Умар сказал, что у него нет ответа, поэтому надо следовать установлениям из суры ан-Ниса. Далее передатчик рассказывает, что Умар провел хутпу в пятницу и был убит в среду. Это была его последняя хутпа, в которой он предсказал свое убийство, а затем в среду он был убит. Следующий хадис передается от его сына Абдуллаха ибн Аумара. Однажды я вышел вместе с Аз-Зубайром и Аль-Мигдадом ибнуль-Асвадом в Хайбар. Если вы помните, иудеи издали Хайбар пророку, салаллаху алейхи ва салям, и некоторые его части перешли во владения мусульман. Мы отправились туда, чтобы проследить за нашим имуществом. Когда я спал, на меня напали. Это слова Абдуллаха ибн Аумара. На меня напали, мне поранили руки, мои руки были в ранах и ссадинах. Вероятно, его связали. Об этом мы узнаем из других книг. Его схватили. Двое моих товарищей нашли меня утром и спросили, «Кто сделал с тобой такое?» Он ответил, «Я не знаю, была ночь». Я не знаю. Они привели меня обратно в Медину, и мои раны еще не зажили. Тогда Умар ибн-Хаттаб поднялся, чтобы провести хутбу, и сказал, «О люди, пророк, салаллаху алейхи ва салям, заключил с жителями Хайбара договор, мы можем сохранять его до тех пор, пока хотим, и при желании мы можем расторгнуть его». Они напали на моего сына Абдуллаха ибн Умара, и вы видите, что они с ним сделали. Он ранен. Также произошел некий случай с одним из ансаров. Я не помню точно, не могу вам сказать, с кем именно. Но в хадисе сказано, что они также причинили вред одному из ансаров. Поэтому с этого дня мы расторгаем договор, и я изгоню их из тех земель. Умар приказал им покинуть Хайбар. Им пришлось переселиться в другие земли. Говорится, что они переселились в Ирак. Это произошло тогда, когда иудеям Хайбара приказали уехать. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, заключил с ними договор. Но в самом договоре было ясно сказано, и мы говорили об этом на уроках по сире, что за мусульманами оставалось право ежегодно пересматривать условия договора, и они могли изменить их. Поэтому Умар ибн Уль-Хаттаб расторгнул договор на следующий год, так как они причинили вред мусульманам, у которых была собственность в Хайбаре. Следующий хадис передается от Абу-Хурейры. Однажды в пятничный день Умар ибн Уль-Хаттаб проводил хутбу, и в мечеть зашел один человек. Здесь мы остановимся. Абу-Хурейра из скромности не упомянул его имени. Из других сообщений нам становится известно, что этим человеком был никто иной, как сам Усман ибн Афан. Мужчина пришел с опозданием, а Умар читал хутбу. Умар прервал хутбу и спросил, что задержало тебя так, что ты опоздал на проповедь? То есть ты, Усман, не должен опаздывать. Ты не должен опаздывать. Что задержало тебя? Почему ты не пришел вовремя? Усман ответил, как только я услышал азан, в то время он находился на рынке и занимался торговлей, «Как только я услышал азан, я поспешил домой, сделал омовение и пришел сюда». И, конечно же, он опоздал, поскольку во времена Умара на пятничную молитву читался один азан. «Как только я услышал азан, я поспешил домой, сделал омовение и пришел в мечеть». Умар ибн Аль-Хаттаб сказал, «Кроме того, что ты опоздал, ты еще и совершил только малое омовение?» Я слышал, как Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Пусть тот, кто идет на пятничную молитву, совершит большое омовение». Интересно отметить, Румара рассердила то, что такой благородный человек, как Усман, не сделал все наилучшим образом. Что сделал Усман, когда стал халифом? Усман установил два азана. Он усвоил этот урок. Руман установил два азана. Где читали первый азан? На рынках. Первый азан читали на рынках, а затем спустя 10-15 минут читался второй азан в местах совершения молитвы. Когда-то Руман сам не успел на проповедь, так как он до последнего был занят на рынке. Когда он услышал азан, он поспешил домой, сделал омовение и, конечно же, опоздал на хутбу. Поэтому он решил в годы своего правления ввести дополнительный азан. И до сих пор во многих мечетях читают два азана. В любом случае, два азана читается или один – все это хорошо. Если люди на самом деле хотят читать два азана, то первый лучше читать там, где люди заняты торговлей, так как смысл первого азана заключается именно в этом. В любом случае, это не так важно. Во многих мусульманских обществах на пятничную молитву читается два азана. Это не так важно, потому что первый азан нужен для того, чтобы поспешить и подготовиться к молитве. Лично я не вижу в этом ничего плохого. К тому же в наши дни есть микрофоны. Микрофоны оповещают людей о приближении времени пятничной молитвы. Пора готовиться и направляться в мечеть. Я не вижу ничего плохого в двух азанах. Некоторые люди проявляют строгость и говорят, если хотите читать два азана, тогда первый нужно читать на рынках. Но через микрофоны его услышат все. Поэтому цель достигается. В любом случае, иншаллах, все это дозволено и приемлемо. Для тех, кто опоздал, я повторю, что мы проходим хадисы, переданные Умаром. Подобно тому, как ранее мы проходили хадисы, переданные Абу Бакрама с Сиддикан. Следующий хадис передает Абу Уртман. Когда мы были в Азербайджане, Азербайджан был завоеван во времена Умара, к нам пришло письмо от Умара ибнуль-Хаттаба. Он сказал нам, «Я предостерегаю вас от того, чтобы жить слишком роскошной жизнью. Будьте осторожны. Не погружайтесь в наслаждение, не возводите роскошных зданий и так далее. Живите просто. Я предостерегаю вас от того, чтобы вы меняли свою одежду на одежду многобожников. Носите свою одежду. Гордитесь тем, кем вы являетесь. И я предостерегаю вас от ношения шелка, потому что Пророк, салаллаху алейхи ва салям, запретил нам ношение шелка, за исключением небольшого количества». В хадисе говорится, что Умар поднял один или два пальца. Кстати, в Сахихе Муслима есть сообщение, в котором говорится, что Пророк, салаллаху алейхи ва салям, запретил нам носить шелк, кроме как размером с палец, или два, или три, или четыре пальца. Так говорится в хадисе. Это означает, что дозволяются ленты или лоскутки из шелка, но не все одеяние. Как известно, в нашем шариате мужчинам не дозволяется носить шелковые рубашки или костюмы. Женщинам это, конечно же, дозволено, но мужчинам запрещено. Шелковая одежда будет в раю, и Пророк, салаллаху алейхи ва салям, не разрешал носить ее мужчинам в этом мире. Тем не менее, немного шелка дозволялось, сейчас мы немного коснемся тему фикха, но мы ведь изучаем все эти хадисы для того, чтобы понимать их. В те времена для украшения одежды люди не сочетали между собой разные ткани, не сшивали их друг с другом. Они вырезали полоски и пришивали их в качестве украшения сверху, на одежду. Так украшались рубахи. Выкройки были простыми и примитивными, а пошив не был таким продвинутым, как сейчас. Люди в буквальном смысле нашивали кусочки ткани на свою одежду. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, что шелковые ленты на одежде из шерсти или другого материала дозволяются. Поэтому небольшая доля шелка в одежде дозволяется. Главное, чтобы она была в небольших количествах. В шариате нет точной цифры, определяющей это количество. То есть, небольшое количество шелка дозволяется. Также дозволяются шелковые галстуки, поскольку галстук не является самостоятельной одеждой. Галстук не является самостоятельной одеждой. Его размер может равняться трем-четырем пальцам. И он является аксессуаром, украшением, а не рубашкой или костюмом. В те дни у людей были ленты, сегодня у нас есть галстуки. Поэтому мусульманину дозволено носить чисто шелковый галстук. В этом нет ничего порицаемого, так как шелковые украшения дозволены. Запрещается носить одежду полностью из шелка. В следующем хадисе Абу Синан ад-Дуалий сказал, что однажды он навестил Умара ибнуль-Хаттаба, в то время как он сидел в окружении мухаджиров. Ему прислали ковер с трофеями из Ирака. Перед ним был расстелен ковер со всеми трофеями, которые в нем находились. Кто-то из детей Умара ибнуль-Хаттаба достал оттуда кольцо, начал играть с ним и положил себе в рот. Умар ибнуль-Хаттаб достал кольцо и положил его обратно на ковер, а затем расплакался. Один из сподвижников спросил, «Почему ты плачешь, в то время как Аллах даровал тебе столько имущества и власти? Аллах, субханаху ва тааля, даровал тебе столько величия и побед, почему ты плачешь? На что Умар ответил, «Я слышал, как Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, что каждый раз, когда Аллах, субханаху ва тааля, ниспосылает людям удел и блага, между ними возникает вражда и ненависть». Субханаху ва тааля, это действительно так. Какие люди самые щедрые? Это самые бедные люди. Чем богаче становится человек, тем более жадным и скупым он становится. Наш Пророк, салаллаху алейхи ва салям, говорил именно об этом. Когда люди в обществе становятся все более и более состоятельными, они становятся более скупыми. Когда люди в обществе живут просто, они более щедрые и отдают больше, хотя сами не богаты. Поэтому Умар плакал. Он боялся, что умма изменится. И как же сильно она изменилась. Он чувствовал, что пройдут эти славные времена, исчезнет щедрость. Он переживал, что люди станут жадными. Поэтому он начал плакать, боясь того, что так случится. И в действительности именно так и произошло. Следующий хадис мы уже ранее приводили. Абдуллах ибн Аббас сказал… Я слышал, как Умар ибн Аль-Хаттаб говорил, что после смерти Абдуллаха ибн Убэйя ибн Салюля… Вы помните, кто такой Абдуллах ибн Убэй ибн Салюль? Когда Абдуллах ибн Убэй ибн Салюль умер, люди позвали пророка, саллаллаху алейхи ва салям, чтобы прочитать за него заупокойную молитву. Он встал, чтобы совершить заупокойную молитву. Когда он направился в сторону тела умершего, я встал перед ним, то есть между пророком, саллаллаху алейхи ва салям, и умершим. И сказал… «Я Расул Аллах, а'аля адуви Аллахи Абдуллах ибн Убэйя» «Ты собираешься молиться за врага Аллаха? Абдуллаха ибн Убэйя? Он сделал то-то и то-то, и Умар стал перечислять все его поступки». Все это время пророк, саллаллаху алейхи ва салям, улыбался мне. Все это время он улыбался мне. Затем, когда я продолжал перечислять, пророк, саллаллаху алейхи ва салям, сказал… «Оставь меня, Умар, отойди в сторону, я буду молиться. Потому что Аллах дал мне выбор, и я сделал свой выбор». О каком выборе идет речь? Сура Ат-Тауба, 80-й аят. Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, прочитал его. Будешь ли ты просить прощения для них или не будешь делать этого? Аллах все равно не простит их. Даже если ты попросишь для них прощения 70 раз, то есть, за лицемеров. Но как начинается аят? Будешь ли ты просить прощения для них или не будешь делать этого? И он сказал, что решил просить прощения. Потому что наш пророк, саллаллаху алейхи ва салям, был милосердным. Он не желал, чтобы даже Абдуллах ибн Убай ибн Салюль был подвергнут наказанию. Даже предводитель лицемеров, человек, организовавший битву при Ухде, человек, произнесший известные слова по дороге в Медину. Если помните, мы уже говорили об этом. Человек, который нанес мусульманам столько вреда и даже начал распространять клевету в адрес Аиши. Но ведь пророк, саллаллаху алейхи ва салям, был отправлен как милость для всего человечества. Милость для миров. Он хотел совершить заупокойную молитву за Абдуллаха ибн Убайя ибн Салюля. Умар отошел. И пророк, саллаллаху алейхи ва салям, совершил молитву, а затем отправился к его могиле и завершил весь процесс погребения. Умар сказал, «Мне стало стыдно за мою джур'у». Как бы правильно перевести слово «джур'а»? За мою дерзость. Я был дерзким. Мне не следовало быть таким грубым. Кто я такой, чтобы вставать перед пророком, саллаллаху алейхи ва салям, и говорить, чтобы он не молился за Абдуллаха ибн Убайя ибн Салюля? Но спустя некоторое время Аллах, субханаху ата'аля, ниспослал следующий аят. «Никогда больше не молись за них», то есть за лицемеров. «И никогда не стой возле их могил», так как он помолился за него и стоял у его могилы. Умар ибн Уль-Хаттаб сказал, что после этого аята пророк, саллаллаху алейхи ва салям, больше никогда не совершал за упокойную молитву ни за кого из лицемеров. Это был последний раз, когда за лицемера молились. Далее следует известный хадис от Аббаса ибн Рабиа. Я видел, как Умар ибн Уль-Хаттаб совершал таваф и поцеловал черный камень. Когда Умар поцеловал его, он сказал, «Клянусь Аллахом, я знаю, что ты всего лишь камень. Ты не можешь принести мне пользу или причинить вред. Если бы я не видел, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям, целует тебя, то я бы тоже не целовал тебя». И, конечно же, мы все верим в то, что черный камень – это единственный первоначальный камень, сохранившийся со времен Ибрагима, алейхи салям. Все остальные камни Ка'бы постоянно меняются. Но черный камень – это первоначальный камень. Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, целовал его, поэтому мы тоже целуем его. Но это всего лишь камень. Он не обладает никакими чудесными свойствами и тому подобное. Целовать его – это сунна нашего пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Следующий хадис, который мы собираемся пройти, это хадис от Хуайта ибн Абдаль-Уззе, который передал, что Абдуллах ибн Саад сказал, «Я пришел к Умару ибн Аль-Хаттабу, когда он был правителем. Он назначил меня ответственным за налоги, то есть государство, халиф, наняли его на службу. Я выполнил его поручение, после чего он дал мне мое жалование». То есть ту сумму, которая ему полагалась. Умар дал ему жалование. Я сказал Умару ибн Аль-Хаттабу, «Я не желаю этого, ибо у меня есть много имущества. У меня есть скот, лошади, рабы. У меня много имущества. Мне не нужны эти деньги. Я сделал это на пути Аллаха». Умар ибн Аль-Хаттаб сказал, «Не говори так и возьми деньги». Потому что я сказал то же самое, что и ты, пророку, салаллаху алейхи ва салям. Когда он дал мне деньги, я сказал ему, «О посланник Аллаха, отдай эти деньги тому, кто заслуживает их больше, чем я». На что пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Умар, возьми деньги и вложи их, чтобы увеличить это имущество, а затем раздавай милостыню бедным». То есть нет ничего плохого в том, чтобы взять деньги, вложить их в прибыльное дело и затем раздавать милостыню бедным. Далее он сказал, Это прекрасный и очень известный хадис. Каждый раз, когда эти деньги, имущество этого мира приходят к тебе, когда ты не просишь, бери их, потому что это риск, дарованный тебе Аллахом. Ты не жаждешь этих денег, ты не просишь их, тебе дают их. Это твое право, бери их. Данный хадис показывает нам, что нет ничего плохого в том, чтобы брать чистые дозволенные деньги. Человек сделал свою работу и получил за нее плату. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал Умару, «Возьми эти деньги, то есть инвестируй их, используй их с умом, не трать их на предметы роскоши, используй их с умом, вложи их в дело, а когда получишь прибыль, раздай это бедным». Праведный мусульманин понимает, что деньги – это инструмент, который сам по себе не является злом. Он может стать источником зла, но в своей основе он может быть использован во благо. Ведь как человек может раздавать милостыню, если у него нет денег? Поэтому в хадисе говорится, если к тебе приходят деньги, а ты не испытываешь жадности за них, ты не просил их, то это твой удел, риск. Аллах даровал тебе его. Аллах направил эти деньги к тебе, поэтому бери их. Этот хадис показывает, когда человек получает оговоренную зарплату, это его право, и он не должен стесняться ее брать. Вернуть заработанные деньги обратно не является признаком благочестия. Это не истинное благочестие, это ложное благочестие. Истинное благочестие заключается в том, чтобы отдать деньги, которые человек не заработал, деньги, которые ему по праву не принадлежат, деньги, которые запретны. Вот их нужно вернуть. Но те деньги, которые вы заработали, за которые вы отработали, вернуть их не является проявлением благочестия. Нам нужны деньги для жизни. Мы зарабатываем дозволенное имущество, а затем можем раздавать его нуждающимся. Следующий хадис относится к одной из предыдущих тем наших уроков. Однажды Умар ибн-Уль-Хаттаб проводил хутпу, в которой сказал, «Аллах, субханаху ва-та'аля, дозволил своему пророку то, чего не дозволил нам». Пророк, салаллаху алейхи ва салям, покинул этот мир. Поэтому я приказываю вам, чтобы вы совершали хаджи и Умару по отдельности, как Аллах приказал это. И я приказываю вам непрерывно заботиться о женщинах. Кто помнит, о чем здесь идет речь? Мы проходили это на прошлых уроках. Хаджуттаматтур и никаху лмута. Вы не забыли или мне напомнить вам? Еще раз повторите. Да, хорошо. Хаджуттаматтур. Что такое хаджи-таматтур? Отдельный и храм для хаджа и Умры? Только это? Значит, если я совершу Умру сейчас, затем вернусь в Мемфис, а затем поеду в хаджи в другое время? Да, точно. Видите, это условие очень важное. Хаджи-таматтур – это совершение хаджа и Умры во время одной поездки с двумя ихрамами. Это его определение. За одну поездку человек совершает хадж и Умру. Помните, что сказал Умр ибн-Хаттаб? Я говорил об этом, разве не так? Я уверен, что говорил вам. Да, я говорил об этом в одной из лекций об Умар ибн-Хаттабе. Временный никах и хаджу-таматтур. Я говорил о них в одной из лекций. Умар ибн-Хаттаб по неизвестной нам причине решил запретить совершение хаджу-таматтур. Я уверен, что мы проходили это. Он решил, что люди больше не будут совершать хадж-таматтур. Большинство ученых после него сказали, что это было его личное мнение, поэтому все четыре мазхаба дозволяют совершение хадж-таматтур. Все четыре мазхаба дозволили хадж-таматтур. Умр ибн-Хаттаб сказал, что Аллах дозволил это своему пророку, салаллаху алейхи ва салям, но мы не должны так совершать. И пусть люди совершают отдельно хадж и Умру и не объединяют их во время одной поездки. Он также повелел защищать целомудрие женщин. Он запретил временный брак. Все помнят, что это такое. Он повелел оберегать целомудрие женщин, потому что временный брак не оберегает их целомудрие, не так ли? В исламе брак должен быть постоянным. Если брак расторгается, это одно. Однако нельзя заключать временный брак. Оберегайте целомудрие ваших женщин. Я не дозволяю вам временные браки. И, конечно же, временный брак был запрещен пророком, салаллаху алейхи ва салям. В другом хадисе Умар ибн-Хаттаб спросил пророка, салаллаху алейхи ва салям, дозволено ли мужчине засыпать в состоянии осквернения? Пророк, салаллаху алейхи ва салям, ответил, да, если он совершит малое омовение. Большинство ученых сказали, что человеку дозволено засыпать в состоянии осквернения без совершения малого омовения. Однако это является макхрухом, нежелательным. То есть человек должен избегать этого. Это не запрещено. На человеке нет греха за это. Если человек собирается заснуть в состоянии осквернения, чтобы затем совершить большое омовение ко времени утренней молитвы, то для него лучше совершить хотя бы малое омовение. Затем ему дозволено мубах ложиться спать и отложить совершение большого омовения до наступления утренней молитвы. Но если человек не совершил малое омовение и уснул в состоянии осквернения, то на нем нет греха. Однако это не будет считаться наилучшим положением. Это макхрух. Так делать нежелательно. Это не мубах, а макхрух. В хадисе говорится, что Пророк, салаллаху алейхи ва салям, не желает для нас совершения чего-либо нежелательного. Умар спросил, можно ли засыпать в состоянии полового осквернения. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, ответил, да, если ты совершишь малое омовение. Далее следует еще один известный хадис. Когда Умар ибн-Хаттаб направлялся в Сирию, по пути ему сообщили об эпидемии чумы, которая разразилась в Сирии. Если вы помните, там была очень сильная эпидемия чумы. Когда он услышал об этом, он решил вернуться назад. Когда он вернулся, он сказал, независимо от того, вернулся ли я или не вернулся, это не изменило бы мою смерть перед Аллахом. То есть, если Аллах пожелает, чтобы я умер, я умру. Но это было приказом пророка, салаллаху алейхи ва салям. Это были слова пророка, салаллаху алейхи ва салям, и этот хадис является одним из удивительных предсказаний, о которых нам сообщил пророк, салаллаху алейхи ва салям. Если услышите, что чума распространилась в какой-нибудь земле, то не приезжайте туда. Если же она случится на той земле, где вы находитесь, то не покидайте ее, убегая от чумы. Это хадис пророка, салаллаху алейхи ва салям. Сегодня нам известно, что чума распространяется, когда люди покидают зараженную территорию. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, говорил именно об этом. Ромар еще не находился на тех землях. Он подчинился приказу пророка, салаллаху алейхи ва салям, но сказал, «Даже если бы я отправился туда, это не изменило бы мой жизненный срок, не изменило бы то, что предписал мне Аллах, субханаху ва тааля». Это известный хадис и известное положение в нашей религии. Следующий хадис передается от Ибн Аббаса. «Многие из подвижники говорили мне, и самый надежный из них в моих глазах, это Умар ибн-Хаттаб, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Нет молитвы после Асра, пока солнце не сядет, и нет молитвы после Фаджра, пока солнце не взойдет». Этот хадис содержится в сборниках Аль-Бухари и Муслима и передается от Умара ибн-Хаттабы. Точнее, он передается от Ибн Аббаса, который говорит, что слышал это от многих сподвижников, но из всех них он больше всего доверял Умару. Это известный хадис. Нет молитвы после Асра, пока солнце не сядет, и нет молитвы после Фаджра, пока солнце не взойдет. В другом хадисе Умара ибн-Хаттаб сказал, «Я слышал, как пророк, салаллаху алейхи ва салям, запретил нам клясться нашими предками». Клянусь Аллахом, с тех пор, как я услышал эти слова от пророка, салаллаху алейхи ва салям, я никогда не клялся своими предками и даже не передавал от других клятву предками. То есть, когда человек рассказывает историю, в которой кто-либо клянется своими предками, Умар даже не передавал этого. Он даже не передавал эти слова от кого-то другого. И, конечно же, в нашем шариате можно клясться лишь именем Аллаха или его атрибутами. Нельзя клясться родителями или предками, однако во времена невежества арабы так говорили. Они произносили клятвы, в которых клялись своими предками. Мы снова возвращаемся к теме фикха и законов шариата. Когда человек дает клятву, суть клятвы заключается в том, что человек ссылается на того, кто для него является настолько священным, что другой человек не будет сомневаться в нем. Нечто настолько священное, что человек не солжет. В нашем шариате единственным, кто обладает такой святостью, является наш Господь. Именно поэтому мы не клянемся даже нашим пророкам, салаллаху алейхи ва салям. Мы не клянемся нашим пророкам, алейхи салалату ассалям. Мы не приносим клятвы его именем. Нет, мы говорим «клянусь Аллахом» или же другими его именами и атрибутами, как ар-Рахман или ар-Рахим. Но нельзя давать клятву, нельзя клясться никем и ничем другим, так как никто, кроме Аллаха, субханаху ата'аля, не имеет такую степень святости. Именно поэтому наш пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Пусть тот, кто клянется, либо клянется Аллахом, либо молчит, нельзя клясться своими предками». Умар ибн-Хаттаб сказал, что после этого он никогда не клялся предками, даже когда передавал чей-то рассказ. Следующий хадис от Укба ибн Амира, в котором передается, что Умар ибн-Хаттаб сказал, когда он вместе с пророком, салаллаху алейхи ва салям… Итак, Укба ибн Амир передает хадис, в котором говорит «Я отправился вместе с пророком, салаллаху алейхи ва салям, в поход на Табук». И однажды утром пророк, салаллаху алейхи ва салям, начал с нами разговаривать. Из того, что он сказал, был этот известный хадис. «Тому, кто встанет после восхода солнца, чтобы помолиться, совершит омовение наилучшим образом и сделает два раката, будут прощены все его грехи, и он станет таким, как в день, когда его родила мать». Здесь речь идет о человеке, который совершает утреннюю молитву, затем остается и делает зикр, поминая Аллаха, субханаху ата'аля, а затем совершает молитву «Ал-Духа». Пророк, салаллаху алейхи ва салям, говорит, что такому человеку будут прощены все его грехи. Если человек совершенным образом выполнит молитву «Ал-Духа» после фаджира, помолится Аллаху, субханаху ата'аля, то его грехи будут прощены. После этого Укба сказал, «Хвала Аллаху, который позволил мне услышать это от пророка, салаллаху алейхи ва салям». Рядом со мной сидел Умар ибн-Хаттаб, он сказал мне, «Ты удивляешься этому хадису? Поистине, я слышал хадис еще более приятный для меня, чем этот. Я слышал нечто лучшее, чем это». Укба сказал, «Расскажи мне этот хадис». Умар ответил, «Я слышал, как пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Тому, кто совершит малое омовение наилучшим образом, вознесет свои руки к небу и скажет, «Перед ним раскроются все восемь врат рая, и он сможет зайти через те ворота, через которые пожелает». Разве не легче совершить малое омовение и произнести эти слова-поминания, чем прочитать два раката после фаджира? Умар сказал, что слышал еще лучший хадис, чем этот. Оба эти хадиса прекрасны, и мы с вами можем извлечь пользу из них. Еще один хадис передается от Джабира ибн Абдилляха. Ромар ибн Хаттаб сказал мне, я слышал, как пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Наступит время, когда группа людей будет проходить мимо окраин Медины, и они скажут, когда-то здесь жило много верующих». На что указывает этот хадис? В Медине останется мало жителей. Предсказание об этом есть во многих хадисах и сборниках Аль-Бухари и Муслима. Один из признаков приближения судного дня – это то, что Медина станет безлюдной. Когда это произойдет? После Даджжаля. После Даджжаля. Так как во времена появления Даджжаля Медина будет безопасным городом. После Даджжаля наступит время, когда Мекка и Медина станут безлюдными. Они будут лежать в руинах, будут разрушены. В хадисе говорится именно об этом. Умар ибн-Хаттаб сказал, как слышал от пророка, салаллаху алейхи ва салям, что настанут такие времена, когда караваны будут проходить мимо Медины, и люди скажут, когда-то здесь жили верующие. В Медине будут жить люди, начиная со времен пророка, салаллаху алейхи ва салям, практически вплоть до конца света, до наступления судного дня. Об этом говорится в хадисах из сборников Аль-Бухари и Муслима и других. Приведем еще один хадис. Умар ибн-Хаттаб сказал, что однажды пророк, салаллаху алейхи ва салям, раздавал людям имущество. И Умар сказал, «О посланник Аллаха, есть люди, которые заслуживают это имущество больше, чем те, кому ты его отдаешь. Я говорю об ахлю ссуффа, о бедных сподвижниках. Почему бы тебе не дать его им? Пророк, салаллаху алейхи ва салям, ответил, «Ты ставишь меня перед выбором. Либо эти люди, стоящие передо мной, будут вынуждены еще более настойчиво просить у меня денег, либо же они обвинят меня в скупости. Но я не скупой человек». Он имел в виду, Умар, «Я лучше знаю, что делать. Я должен дать этим людям, этим бедуинам». Умар ибн-Хаттаб спросил, «Почему ты даешь этим бедуинам? Отдай это имущество бедным сподвижникам, обитателям навеса, ахлю ссуффа. Они больше заслуживают его». На что пророк, салаллаху алейхи ва салям, ответил, «Если я не дам им, они станут еще более настойчиво просить, а затем станут обвинять меня в скупости. Я же не скупой человек». Поэтому он дал это имущество им. Суть в том, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, лучше знал, кому его следовало отдать. В другом хадисе Умар ибн-Хаттаб сказал, «Когда пророк, салаллаху алейхи ва салям, умер, ансары сказали, «У нас будет два правителя. Один от нас, другой от вас». Я сказал им, «О ансары, разве вы не знаете, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, назначил Абу Бакр имамом в молитве? Кто же среди вас будет доволен тем, чтобы стоять впереди Абу Бакра в молитве? Взгляните на то, как он им возразил. Все вы знаете, что Абу Бакр стал нашим имамом в молитве. Если кто-либо из вас станет амиром, то кто из вас захочет, чтобы Абу Бакр молился позади него? Они сказали, «Мы прибегаем к защите Аллаха от того, чтобы стоять перед Абу Бакром в молитве». На этом тема была закрыта. Нам известно произошедшее и тогда событие. Омар ибнуль-Хаттаб сказал им, что не должно быть двух правителей. Правитель должен быть один. Им должен быть Абу Бакр ас-Сыддик. Именно так и произошло. Еще один хадис, который мы с вами собираемся пройти. Итак, следующий хадис. Умар ибнуль-Хаттаб сказал, «Мое мнение совпало с мнением моего Господа в трех вопросах». Оно совпало с мнением моего Господа в трех вопросах. Первый вопрос я сказал пророку, салаллаху алейхи вассалям, «О посланник Аллаха, почему бы тебе не молиться за макамом Ибрахима?» И Аллах не спослал в Коране, «Мы сделали макам Ибрахима местом для молитвы». Второе я сказал, «О посланник Аллаха, в твой дом заходят как хорошие, так и плохие люди. Почему бы тебе не повелеть своим женам хиджаб?» После этого Аллах не спослал аят о хиджабе. И третье, однажды жены пророка, салаллаху алейхи вассалям, жаловались ему. Это был известный случай, который мы изучали на уроках по Сире. Ссора, которая длилась почти целый месяц. Я сказал, он сказал своей дочери Хафси, это были его слова, «Если вы разведетесь, ваш Господь дарует ему жен лучше, чем вы». Он сказал это собственной дочери. Его дочь была одной из жен пророка. И практически то же самое, что он сказал, позже было не спослано в Коране. Поэтому Умар сказал, «Я совпал с Аллахом в трех вопросах». Я согласился с Аллахом в трех вопросах. Конечно же, он выразился в утонченной форме. Умар пытался передать, что он сказал три вещи, а затем Аллах, субханаху ата'аля, подтвердил истинность его слов. Таково значение фразы Умара, сказанной в этом хадисе. Следующий хадис известен многим из вас. Умар сказал, «Я слышал, как пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, постоянно совершайте хадж и умру, так как постоянное совершение хаджа и умры отдалит вас от бедности и грехов, подобно тому, как печь очищает от примесей и грязи». Другими словами, не останавливайтесь, если уже совершили один раз хадж и умру. Продолжайте совершать хадж и умру снова и снова. Это избавит от бедности и очистит вас. Далее следует самый известный хадис, переданный Умаром ибнуль-Хаттабом. Это первый хадис в сборнике Сахих аль-Бухари. Это хадис... ... Этот хадис передает только Умар, и больше никто его не передает. Это известный хадис, который передается только от Умара. Его перевод... Все дела оцениваются по намерениям. Каждый человек получит лишь то, к чему он стремился. В комментариях к данному хадису я всегда говорю, что единственная система, в которой человек вознаграждается по своим намерениям, а не по своим достижениям, это Ислам. Только Аллах, Субханаху ва Тааля, смотрит на ваше сердце. Все остальные смотрят на ваши достижения. Вашему начальнику все равно, какое у вас намерение. Вашему учителю и профессору все равно, как вы старались. Они оценивают вас на экзамене. И только Аллах знает, что в вашем сердце. Он не смотрит на то, чего вы достигли. Он смотрит на ваше сердце. В хадисе от Умара ибнуль-Хаттаба как раз говорится о том, что все деяния оцениваются только лишь по намерениям. Оцениваться будет лишь ваше намерение. А конечные результаты и успех не так важны. Для Аллаха важно то, что внутри вас, а не снаружи. Этот хадис, переданный Умаром, стоит первым в Сахихе Аль-Бухари. И все мы знакомы с ним. То есть, за одно и то же дело, человек может получить либо наивысшую награду, либо получить наказание и не получить никакого вознаграждения. Хиджра может быть совершена ради Аллаха и его посланника, либо ради торговли или женитьбы. Тот, кто переселился ради Аллаха и его посланника, получит рай. Тот, кто переселился ради торговли или женитьбы, получит то, к чему стремился. Некоторые сказали, что в этом хадисе речь шла об одном мекканце, который переселился в Медину исключительно ради того, чтобы заключить брак с одной женщиной из Медины. Тогда некоторые из мухаджиров спросили, неужели этот человек получит такую же награду, как и мы? Это нечестно. Он не жертвовал так же, как мы. Его не преследовали. Неужели он получит такое же вознаграждение? И пророк, салаллаху алейхи ва салям, привел этот известный хадис. Далее приведем еще один хадис, в котором от Умара ибн-Уль-Хаттаба передается, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал… Известный хадис. Всего два слова, который стал принципом фикха, принципом законоположения. Ребенок приписывается к тому ложу, на котором он родился. То есть у нас не возникает сомнений. Ребенок, который родился в официальном браке, является ребенком родителей, состоящих в этом браке. Во времена невежества у арабов были другие принципы, определение отцовства. Во времена невежества мужчина, отрицавший свое отцовство, мог поступать определенным образом. Но в исламе не принимается в расчет ничего, кроме никаха. Если никах действительный, тогда не должно возникать никаких сомнений. В этом заключена суть хадиса. Мы не начинаем сомневаться и думаем наилучшим образом. Есть еще один хадис, примерный смысл которого следующий. Один мужчина пришел к пророку, салаллаху алейхи ва салям, и сказал, «О посланник Аллаха, у меня родился сын с другим цветом кожи». Пророк, салаллаху алейхи ва салям, спросил, «У тебя есть верблюды?» Мужчина ответил, «Да». Он спросил, «Какого они цвета?» Мужчина ответил, «Красные». Он спросил, «Есть ли среди них темные?» Мужчина ответил, «Да, у меня есть один темный верблюд. Он спросил, «Откуда у него такой цвет?» Мужчина ответил, «Возможно, в его роду были такие верблюды, поэтому он темнее других». Он сказал, «Здесь то же самое. Твоему сыну это передалось по наследству. То есть такой цвет кожи уже был у них в роду». Не нужно слишком много думать, не нужно подозревать жену без каких-либо доказательств. Это уже другой вопрос современного фикха. Это уже другая тема, как современные ученые будут решать этот вопрос. Это актуальный вопрос. Это актуальный вопрос. Однако суть в том, что мы, по возможности, отстраняемся от сомнений и считаем, как об этом сказал наш пророк, салаллаху алейхи вассалям. В следующем хадисе содержится очень много пользы для всех нас. Один мужчина пришел к Умару ибнуль-Хаттабу и спросил, «Аллах сказал в Коране, что на человеке нет греха, если он сократит свои молитвы в пути, когда он боится нападения врага». Далее он продолжил, «Сейчас мы не боимся того, что на нас нападут. Тогда почему мы сокращаем молитвы?» Умар ибнуль-Хаттаб ответил, «Я тоже спрашивал об этом аяте так же, как ты спрашиваешь. Я спросил пророка, салаллаху алейхи вассалям, точно так же, как ты спрашиваешь меня. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Садакатун тасаддак Аллаху биха алейкум, факбалу садакатаху». Это милостыня от Аллаха, так примите же эту милостыню. То есть, не обязательно испытывать страх. Это милостыня. Аллах дозволил вам сокращать молитвы в пути, так примите же его милостыню. Этот хадис показывает нам, почему нельзя толковать Коран без хадисов. Если человек будет толковать Коран, не обращая внимания на хадисы, то он начнет многое делать иначе. К примеру, не будет сокращать молитвы в пути, так как в Коране сокращение молитв разрешено лишь при двух четких условиях. Первое – это нахождение в пути, второе – страх нападения. Если боитесь нападения, тогда сокращайте. Это условие было отменено данным хадисом. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Неважно, испытываете вы страх или нет, но вам разрешено сокращать молитвы в пути». Еще один хадис, когда Умар совершал Умру, Кайс ибн Маруан прибыл из Куфы и сказал, «Умар, в Куфе есть один человек, который диктует нам Коран по памяти». То есть мы не переписываем Коран с копии. Этот человек читает Коран, а ученики записывают, пишут за ним. Умар так сильно разгневался, что даже изменился в лице. Он сказал, «Горе тебе! Скажи мне, кто этот человек? Это очень серьезно. Кто этот человек, который смеет диктовать вам Коран?» Мужчина ответил, «Абдуллах ибн Мас'уд». Умар тут же успокоился и вернулся к своему прежнему состоянию. Он сказал, «Горе тебе! Разве тебе не известно, что я не знаю никого, кто бы знал Коран лучше, чем Абдуллах ибн Мас'уд?» Позволь мне рассказать об одном случае. Однажды я был вместе с пророком, салаллаху алейхи ва салям, и Абу Бакрам, и мы обсуждали некоторые дела мусульман. Они втроем собрались поздно ночью, чтобы обсудить некоторые вопросы, касающиеся мусульман. Мы вышли на улицу, а один человек молился в мечети. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, остановился послушать, как он молится. В темноте мы не узнали его, но пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал... В другой версии... Тот, кто желает читать Коран так же, как он был ниспослан, так, как он был ниспослан, пусть читает так, как читает сын матери раба, ибн Умм Абд. Так пророк, салаллаху алейхи ва салям, указал на ибн Мас'уда. Но Умар и Абу Бакр не узнали его в начале. Далее он продолжил. Простите, простите. Потом этот человек завершил молиться и поднял свои руки для дуа. Каждый раз, когда он делал дуа, пророк, салаллаху алейхи ва салям, говорил... Проси, и Аллах даст тебе. Проси, и Аллах даст тебе. Тогда Умар сказал... Я пойду к нему после того, как проведу пророка, салаллаху алейхи ва салям. Я сразу же приду к нему и передам ему благую весть о том, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, похвалил его чтение и что ему будет дано все, о чем он попросил. Я поспешил к нему после того, как они провели пророка, салаллаху алейхи ва салям. Я поспешил обратно в мечеть и обнаружил, что Абу Бакр был уже там и разговаривал с ним. Он передал ему все то, что я хотел сказать. Каждый раз, когда я пытался соревноваться с Абу Бакром, он опережал меня. Это еще один прекрасный хадис, переданный на Арафате. Поэтому мне нравится читать эти хадисы. Из них можно узнать всего понемногу. Немного о временах Умара, немного о временах пророка, салаллаху алейхи ва салям. Поэтому мне очень нравится читать хадисы, и я надеюсь, вы тоже согласитесь со мной и получите пользу от изучения этих хадисов. Я знаю, что наше время ограничено. Поэтому следующий хадис, который мы собираемся пройти, это один из моих любимых хадисов, а также один из любимых происшествий в жизни Умара. Умар ибн-Хаттаб сказал, что однажды он просил разрешения у пророка, салаллаху алейхи ва салям, совершить Умру. Могу ли я отправиться в Умру? Пророк, салаллаху алейхи ва салям, позволил мне и сказал. Умар ответил, «Ничто в этом мире не было более любимо для меня, чем слова пророка, салаллаху алейхи ва салям, и то, что он назвал меня Ухай. Ухай – это уменьшительное слово форма ахи, мой брат. Ухай означает «мой братишка». Так говорят, когда хотят выразить очень близкие отношения, когда хотят выразить дружбу. Ухай – мой братишка. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «О, мой братишка, не забудь сделать дуа за меня». Как же сильно впечатлили Умара ибн-Хаттабы слова пророка, салаллаху алейхи ва салям, «Я Ухайя. Если будешь в Мекке, помолись за меня». Это указывает на то, что просить кого-либо сделать за вас дуа является дозволенным. В этом нет ничего плохого при условии, что человек тоже делает за себя дуа. Если человек сам не делает дуа, а просит других людей, это уже нехорошо. Но если человек делает дуа за себя и просит других сделать за него дуа, в этом нет ничего плохого. Умар ибн-Хаттаб сказал, что для него не было ничего более любимого, чем то, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, назвал его «Ухай» и попросил сделать за него дуа. Мы пройдем еще два хадиса, и на этом завершим. Умар ибн-Хаттаб сказал, что молитва путника – это два раката. Молитва праздника жертвоприношения – это два раката. Молитва праздника разговения – это два раката. И пятничная молитва – два раката. Все они считаются полноценными и не сокращенными. И это сказал пророк, салаллаху алейхи ва салям. Пятничная молитва – молитва двух праздников, и молитва путника читается в два раката. И человек не должен считать, что как-то недомолился, если сократил эти молитвы до двух ракатов. Простой и понятный хадис. И если на то будет воля Всевышнего Аллаха, мы перейдем к последнему хадису. Я хотел завершить наш урок именно этим хадисом. Однажды Умар ибн-Хаттаб сказал… Простите, передается, что однажды, когда жители Йемена прибыли в Медину, Умар ибн-Хаттаб зашел к ним и спросил, «Есть ли среди вас кто-то из племени Каран? Есть ли среди вас кто-то из племени Каран?» Затем он наконец-то нашел людей из племени Каран и спросил их, «Кто вы такие?» Они ответили, «Мы – племя Каран». Умар ибн-Хаттаб продолжал ходить среди них, пока не увидел одного человека. Он ухватился за его седло и спросил, «Как тебя зовут?» Мужчина ответил, «Увейс». Увейс аль-Карни. Увейс. Омар спросил, «Ты тот, у которого жива мать?» Он ответил, «Да». «Ты тот, кто страдал от одной кожной болезни?» Я не знаю медицинское название. Это болезнь, когда на коже человека появляются белые пятна. Такая болезнь. Витилиго. Белые пятна по всему телу. Мужчина ответил, «Да». «Ты тот, кто сделал дуа Аллаху, и Он исцелил тебя?» «И у тебя на теле осталось лишь одно пятно в области живота?» Он ответил, «Да». Умар рассказывал ему о нем самом. Умар сказал, «Тогда попроси Аллаха, чтобы Он простил меня». Увейс сказал, «Пречисто Аллах, это я должен просить тебя сделать за меня дуа, а не ты». Ведь ты являешься сподвижником Пророка, салаллаху алейхи ва салям. На что Умар сказал, «Я слышал, как Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Лучший из всех таби'инов – это человек по имени Увейс, у которого есть мать и который будет страдать от болезни, которая по-арабски называется «аль-баяд», и которая пройдет за исключением небольшого пятнышка. Он будет проявлять благочестие к своей матери. Он будет очень хорошо относиться к своей матери. Когда встретишься с ним, попроси его сделать за тебя дуа Аллаху о прощении». Умар ибн-Хаттаб выполнил хадис и попросил Увейса сделать за него дуа Аллаху. Этот хадис очень красивый. В нем раскрывается очень многое, в том числе предсказание Пророка, салаллаху алейхи ва салям. На этом мы завершим. Тем из вас, кто опоздал, я напоминаю, что Умар ибн-Хаттаб передал более 500 хадисов. Мы, конечно же, не сможем пройти их все. И я выбрал лишь те, которые, как мне кажется, должны быть вам интересны. Мы узнали не только о жизни и эпохе Умара, но также и о хадисах, которые он передал. ИншааЛлах, на этом мы завершим тему изучения личности Умара ибн-Хаттабы. Далее у нас будет перерыв, и затем мы снова возобновим наши уроки, если на то будет воля Всевышнего Аллаха, и расскажем об Усмане ибн Аффане. У нас начнется новый цикл лекций об Усмане ибн Аффане. Мы не будем сильно углубляться в тему смут, однако нам все же придется немного затронуть ее, но углубляться в нее мы не будем. И особенно, когда мы дойдем до изучения жизни Али да будет доволен им Аллах, мы лишь вкратце пройдем эту тему, так как ее подробное изучение не принесет нам пользы. ИншааЛлах, мы вкратце затронем эти вопросы. Итак, нас ждет небольшой перерыв, а затем, если на то будет воля Всевышнего Аллаха, мы возобновим наши уроки. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.